Печень Из-за шлаковки капилляров приводит к тому, что не поступает правильное питание, это микро-макроэлемент, это гормоны, электролиты, белки, жиры, углеводы, кислород, йод и другие питательные вещества. Особенно йод. Это микроэлемент, которого не хватает сейчас, потому что земля обеднела, все эти микроэлементы это морская вода, морская соль и продукты сивы, то есть келк, далс и продукты моря. Там есть йод. Но, значит, поэтому нужно дополнять нашу кровь, наши клетки вот этими продуктами. И морская вода, если тоже, продают в русских магазинах тоже ламинарию. Вторая особенность, это люди перестали очищаться, и даже если вы тоннами будете принимать йодическую пищу, она не будет усваиваться. Почему? Потому что грязные, толстые и тонкие кишечники. Значит, любые вот эти заболевания эндокринной системы надо начинать с очищения толстого и тонкого кишечника. Это второй наш враг. Это зашлаковка. Зашлаковка имеется в новой степени. Она идёт от рождения, потому что ни одна мать неправильно кормит. Уже ребёнок отравляется с самого начала, ещё в утробе матери. И когда он рождается, и в роддоме особенно, там его тоже калечат. Вот. И одна из причин того, что там в подвигах. И его щипцами начинает тянуть, значит, или ускоряются роды, или замедряются роды. И всякие эти инъекции, они токсичны для ребёнка и для роженицы. Таким образом, ребёнок уже отравленный выходит. И, допустим, к 20-30 годам у него уже там не кровь, а помойная яма. То есть он же не очищается, он же неправильно питается. Он же родился от отравленной матери, но как мы можем быть здоровы, Миш? Да, это вопрос интересный. Вы знаете, если как-то, ну, буквально вот совсем чуть-чуть, на Востоке, в частности в Индии, существует методика очистки организма. Это называется панча-карма. Панча – это пять, карма – это просто очистка. И вот есть пять путей вывода из организма токсинов. Я неоднократно бывал на таких мероприятиях. Рекомендуется, представьте себе, очищаться, ну, каждые два года. То есть, в принципе, каждые два года, причём это 21 день, как бы 21-24 дня. Это как бы такой нормальный срок для очистки. И там с помощью трав, масел выводится специальным образом, с помощью массажа, выводится из организма эти… Пускается в кровь, во-первых, потом из кровотока они выводятся из организма. Вот есть пять выводов. А что у нас происходит? Ничего у нас не происходит. Максимум, что мы можем сделать, это поставить клизму. Таким образом, мы что-то временно устраняем, но совсем не то, чего надо было бы устранять. Доктор, расскажите, ну, немного отвлекаясь от темы нашей программы, напомню, тема – это щитовидная железа или это эндокринная система. Скажите, а всё-таки, действительно, вот нам надо начинать очистки организма. Ну, у вас-то есть методика, мы с вами не первый день знакомы, как говорится, и это, естественно, есть. Ну, вот, что бы вы могли порекомендовать, вот, в самом человек находится у себя дома, и вот с какими-то вот такими народными, что ли, средствами. Что можно было человеку сделать, не едя куда-то в Индию или, допустим, даже к вам? Да, значит, я сказал, убрать все вот эти причины, да. Вот, значит, вот всякие диффузные зубы, значит, тиреэдиты, да, аутоиммунные тиреэдиты, или же, допустим, тиреотоксикозы, базовая болезнь, диффузный токсичный зуб, токсическая аденома щитовидной железы, болезнь Ланера, аутоиммунный тиреэдит, другие виды тиреэдитов, некоторые разновидности рака щитовидной железы, это все причины, которых я сказал, надо все эти причины убрать. И лисити. Значит, первое, что, как я сказал, после рождения, у детей может быть подвивок первого, второго и третьего шейных позвонков. И вот это ущемление, он нарушает проходимость крови в головной мозг, так? И именно он питает, вот именно щитовидную, одна из ветвей и нервов питает щитовидную и паращитовидную железу. Значит, нужно убрать этот подвивок, который был вот именно в роддоме. Этим мало кто занимается. Врачи этого не проходят, поэтому у них отсутствие знаний в этой области. Но есть специалисты, которые восстанавливают этот дефект. Вот. И из-за этого дефекта сотни-сотни заболеваний нервного характера, болезни головного мозга, неврозов, неврастении и так далее. Негрений. Вот из-за того, что подвивок, и он в запущенном состоянии. Могут быть различные мышечные боли. Вот. Это все бьет на эмоции и бьет на неврозность. Потому что любая хроническая болезнь приходит к неврозности. Значит, мы устранили эту проблему, вот этого кровообращения, именно, которое я сказал, из-за подвивка. Дальше, значит, мы расслабляем мышцы. Вот. Это специальный массаж, значит, головы, значит, мышц, значит, спины. Значит, там надо ставить банки, делать кровоопускание. Это называется хиджама. Миша слыхал об этом или нет? Хиджам. Да, ну, опять же, там в Индии примерно такая вещь. Но у нас же есть пиявки. Это по-другому. Грудотерапия, допустим. Лучше всего пиявки. Но если нет пиявок, можно делать хиджам. Хиджама – это старая медицинская арабская школа, которая сейчас прогрессирует. Вот. Они ставят банки, потом делают надрезы, потом обратно ставят банки. И банка, она вытягивает всю венозную кровь. И сразу артериальная кровь подходит, и сразу восстанавливается иммунная система, значит, иммунная система местного характера. И устраняется венозный застой. То есть у нас есть общий иммунитет, у нас есть местный иммунитет. Вот если, допустим, поражение в щитовидной железе, значит, в этой области надо убрать венозный застой. Значит, один из методов восстановления здоровья эндокринной системы – это устранение венозного застой. А как можно добиться этого устранения? Как можно это... Быстрее всего делают пиявки. Но это, естественно, человек сам себе не может сделать, нужен специалист, да? Ну, естественно, должен специалист, потому что он должен всё делать правильно. Есть противопоказания. То есть один раз, два раза нужно со специалистом, а потом он может сам делать у себя дома. Вот. Значит, пиявки устраняет быстрее, эффективнее и качественнее, и восстанавливает капиллярное кровообращение, чем любые виды других лекарств. Так вот, ещё ставили пиявки в древнем Египте. Гиппократ знал эти методы. И также Авиценна, Абу и Бансина. И поэтому это же не новое всё, это разработанное. И профессора царской семьи тоже делали кровопускание. Вот. Представьте себе, что вот эти труды Бадмаева – это был личный врач царской семьи. Стоит сейчас в оригинале 50 тысяч евро. Я говорю, что у меня больше информации сейчас. Вы имеете в виду книги? Значит, за всю мою жизнь я создал, значит, систему исцеления на всех трёх уровнях. Значит, что включает? Значит, пять книг моих, дальше 20 аудио, которые мы вот записывали, и 10 книг. А, 10 DVD. Так вот, вот эта информация для врачей достаточно 3-4 месяца, чтобы, ну, как бы, уйти от этого узкомыслия и восстановить свой потенциал. То есть они уже образованы, у них уже есть образование, но у них не хватает знаний. Ведь я же сын врача, я знаю, что знают врачи. Моя сестра врач, моя тётя врач, мои двоюродные сёстры врач, я сам врач. Я знаю, что они знают, что они не знают. Так вот, им не хватает знания вот этих великих учёных. Так вот, если даже, а не врачу, но 6 месяцев около года, вот, только прослушать, только изучить всё это немножко, он будет знать, мужик будет как профессор в медицине. Вот. И это всё возможно. Если человек кончил 10 классов, он способен это всё понять, и это всё не очень сложно. То есть вы хотите сказать о том, что не обязательно быть врачом для того, чтобы лечить самого себя и кого-то? Конечно, конечно, это уже всё доказано. Это просто, ну как вам, сатанисты распространение, что вот только врачи, только врачи. Самый великий врач – это сама мать природы. И если человек поймёт законы здоровья природы, это будет самая высшая медицина. Ведь, смотрите, все эти великие учёные, они же не делали что-то одно, да, или там продавали какие-то лекарства, говорили, это панацея. Вот. Все эти великие учёные, они не противоречились законам природы, законам здоровья. Да, но если мы возьмём, допустим, сегодня химию индустрию или фармацевтическую вот эту промышленность, это полное противоречие. Если в природе всё, естественно, натурально, то таблетки, они практически вся химия. То есть это полное противоречие, не говоря уже о том, что сами врачи, в общем-то, мотивация – это не та, которая была там, скажем. Я тоже у меня вырос в семье врача, так что я немножко в курсе этого всего. Особенно здесь, для того, чтобы пойти и получить диплом врача, мы с вами живём в Соединённых Штатах, и вы достаточно долго, и я достаточно долго. Мы знаем, что для этого требуется, и сколько это стоит. А потом уже всё это надо как-то отбивать, а вот эти вот миллионные страховки, которые человек, не дай бог, доктор, не дай бог его кто-то будет судить. Ведь это же как-то надо отбивать, поэтому мотивация у врачей, ну, мягко говоря, не совсем та, которая была у тех врачей, о которых вы говорите. И представителям которых вы, кстати, сами и являетесь. Да, видите, здесь что нужно отличать. Я не отрицаю современную медицину, а просто нахожу рациональное зерно и соединяю. То есть нормально, когда врач применяет и я, альтернативную, и ортодоксальную медицину. Что хорошего в ортодоксальной медицине? Прогресс в области острых болезней, то есть это скорая помощь, да? Можно сказать, что разработали систему, значит, помочь больному человеку, который находится в критических состояниях. Поэтому тут ничего не скажешь плохого. И надо учиться у американцев, как быстро они все приезжают, делают на высшем уровне. Да, Миша? Да, это правда. Значит, врачи скорой помощи, оказывается, делают все возможное, чему их научили. Что окей. Дальше без хирургии, без термотологии тоже не обойтись. Без некоторых анализов, которые делают официально медицину, тоже не обойтись. То есть они делают пользу в этой области. Стоматология делает пользу. Все остальное, вот эта вся терапия, это не лечение, это не искусство оздоровления, а просто продажа. Ну да, все вот эти прививки, допустим, да? Да, все это продажа, это все во имя и ради всемогущего доллара. Вот, но я не хочу говорить о политике, я хочу оздоравливать людей, поэтому сами люди должны разобраться, потому что сейчас столько информации, они должны сами интуитивно понять, где правда, а где заблуждение. Итак, значит, за сто лет, Миша, ни один врач еще не вылечил таблетками ни одну хроническую болезнь. И никогда не вылечил. Потому что это противоречит нашей природе. Как я сказал, душа, дух и тело, вот на этих уровнях надо и лечить человека. Вот, почему Севастян Кнейп, не врач, лекарь, вылечил самого богатого человека в планете? Он же тоже применял естественные методы, правда? Там не было никаких химических таблеток, там не было прививок, там не было вот этих вот травматических тестов. И все, он восстановил здоровье. А другие не могли бы вылечить. Он давал полсостояния, он давал полсостояния такого доктора, который бы его вылечил. А тут за копейки Севастян Кнейп его вылечил. И сказал, идите и больше не грешите. Он лечил и душу, он лечил и тело. Вот это правильное лечение. Ну, вы знаете, я тоже там, скажем, в этой же теме в Индии существует отрасль аюрведа. Аюрведа на самом деле, это не только медицина, это здоровый образ жизни. Ну и медицина включается. Ну вот ты придешь к любому аюрведисту, он тебе таблетки не прописывает. Там у него есть, конечно, таблетки, только природа этих таблеток не химическая. Это сбор трав, это комбинация этих трав, у каждого, правда, своя комбинация. И там не найдешь одного и того же, который лечит одной и той же таблеткой. Там нету талинола, допустим, для тех, у кого болит голова, ну и так далее. И травы, да, они растут, они собираются и в разных местах. И это, конечно, очень интересно. Но то, что вы назвали, вот эти, я бы еще добавил сюда диагностику. Диагностика тоже у нас достаточно серьезная. И болезни диагностируются даже, можно, на ранних стадиях. Если сюда добавить, конечно, вот то, о чем вы говорите. И какую-то вот медицину, которая принято почему-то называть у нас альтернативной, хотя она, что ни на есть, самая натуральная, был бы результаты, конечно, совсем другие. Так вот, в отношении диагностики, вот видите, вот этот человек, вот, он профессор университета, медицинской школы в Мичигоне. Его зовут Дэвид Бронстейнс. Вот, спас своего отца от операции на сердце. Он сказал, что все практически болезни идут из заниженной щитовидной железы. Вот, и гиперфункция щитовидной железы, и гипофункция причина практически одна. Не хватает питательных веществ, включая йода, не хватает кислорода и правильного кровообращения. Так он говорит, у меня 95% пациентов, которые ко мне приходят, имеют заниженное количество йода. Нужны десятые доли микрограмма. А у людей современных, цивилизованных, сотые доли. Он спас жизнь своего отца. У него был, значит, инфаркт. После этого, значит, хотели делать операцию. И когда он выяснил, что у него пониженная щитовидная железа, он стал его лечить физиологически правильно, и он восстановился. То есть до операции не дошло. И он хочет сказать, что за 25 лет он вылечил тысячи-тысячи больных. И смотрите, еще интересная диагностика, которую он взял на вооружение, от одного английского ученого, который доказал, что эндокринная система у цивилизованных людей поражается с детства. Значит, клинические симптомы проявляются только когда или средней тяжести, запущенной болезнью, или же в очень продвинутой стадии. Тогда анализы показывают ненормально. Но subclinical, то есть доклинического проявления, эти изменения в желез внутренней секреции идут с детства. Ну, как проверить, допустим, до того, как будут вот эти ортодоксальные тесты. Значит, просто намажать с йодом вот сюда, на печень и вот сюда. Так на щитовидную железу. Она, пятно йодисты, должно держаться 48 часов. Вот. Если она проходит через несколько часов, через 20 часов, не хватает йода. Второй тест, где-то температуру замерить по Цельсию. 36,8-37 это нормально. 36,6 это уже занижено. При этой температуре не будет вырабатываться три гормона щитовидной железы. И главный гормон тироксин. От него зависит и от других гормонов, которые выделяются, и гормонов, которые выделяются в мозгу, вот, гипофиза. Вот. Зависит психическое состояние человека, его память, его черты характера, его сексуальность, его обмен веществ, вот, и успех, вот, его зависит от того, какое количество этих гормонов, особенно у женщин и яичников, зависит, всё зависит от деятельности всех желез внутренней секреции. И эти железы будут только тогда нормально работать, когда будет нормальное капиллярное кровообращение, которое приносит все жизненно важные элементы для работы и выделения этих гормонов. Какие элементы? Значит, йод, кислород, микро-макроэлементы, вот, белки, жиры, углеводы, гормоны и электролиты. Вот эти все элементы и витамины тоже, они питают нас, эти железы. Почему мы становимся импотентами? Почему женщина не может рожать? Почему женщина имеет невроз? Вот, почему разводы? Почему столько несчастья? Потому что нет питания этим железом, которое выделяет необходимое количество гормонов. И пища не будет сгорать, пища не будет перевариваться, там должна быть кислота в желудке. Вот, и чем лучше сгорание этой пищи в желудке, тем меньше пепла, тем меньше сливи, тем лучше качество крови. Видите, как все связано. с друг другом. Поэтому врач должен быть разносторонним человеком. И все зависит от его опыта. Вот, каким образом. Так вот, вот он, вот этот Дэвид Бранстейн, он занимается только эндокринной системой. Он эндокринован. Так ни одной болезни нет, где бы не включалась бы вот эта эндокринная система. Все болезни связаны с эндокринной системой. Так вот, анализы, которые делает современная медицина, к сожалению, показывают только средние и запущенные стадии. Значит, каждый человек у себя дома может определить, какой у него обмен веществ. Нормально обмен веществ должен быть на высшем уровне. Тогда будет максимум выделяться гормоны щитовидной железы и других желез. Они должны быть пропитаны максимально ионами йода, витаминами, энзимами. Если не хватает этих ионов йода, то эта железа не может функционировать. Она будет на низком уровне или на среднем уровне выделять гормоны. А это есть патология, а это есть сбои в яичниках, это есть сбои предстательной железы. Если щитовидная заниженная, паращитовидная, то уже может быть остеопороз, это может быть переломы всякие. Костная ткань, она будет пористая из-за того, что не хватает гормонального витамина D и всех жиростворимых витаминов. А где, как вырабатывается витамин D? От солнца, 80%. И надо есть именно жиростворимые витамины находятся в жирах, в рыбе, в жирной рыбе, в рыбом жире, в оливках, в авокаде. Вот в сале тоже находится витамин D. Сало это энергетическое средство, которое очищает кровеносные сосуды. Избыто наоборот, противоположное. Одним словом, в природе есть все возможное для того, чтобы восстановить организм. Ибо когда Бог создавал мир, он уже все приготовил для животных, для птиц, для человека, всякие лекарства. И вот если лекарство сделано из естественного сырья, то это не противоречит, а наоборот помогает и исцеляет. Ну допустим, кошки, собаки, они же сами исцеляют себя. У них инстинкт не нарушен. А у человека нарушен инстинкт. Он должен научиться этому искусству. И так далее. Миша, есть какие-то вопросы по этому делу. Да нет, ну все понятно, это очень интересно. Вообще-то я полагаю, что это не тема одной программы. К сожалению, мы с вами будем расставаться на какое-то время. Вы говорили, вы едете в Россию, вас туда вызывают на практическое применение ваших знаний, потому что очень сложно применять на нашей территории ваши знания по определенным причинам. но все бывает, вы вернетесь обратно и мы будем беседовать. Нет вопросов пока нету. Я вам, правда, задал один вопрос, на который пока ответа я не получил, как-то он проскочил. Скажите, все-таки первая стадия лечения заболевания это очистка. Ну, как понятно, надо почву подготовить, сорняки выполоть, посадить растение, тогда может оно и вырастет. И организм надо очистить от этих сорняков. Скажите, в домашних условиях, в полевых, так скажем, без помощи каких-то там аюрведических препаратов, панчакармы или другого, можно это сделать? Восстанавливать щитовидную железу, естественно. Нет, не восстанавливать, просто очистить организм, поскольку любое заболевание надо к лечению заболеваний, в том числе щитовидной железы, очистка организма. Вот только конкретно очистка организма. Как вы посоветуете очищать организм? Значит, смотрите, нас слушает очень много людей, и поэтому у каждого есть какие-то проблемы, и если человек, значит, он должен сначала проконсультироваться у специалиста, естественно, вот, и какой-то специалист, там, или врач, или целитель, должен вести этого человека, потому что у людей нет знаний, вообще нет знаний о здоровье. Но благодаря интернету сейчас очень много уже информации накопилось, но все равно надо контролировать. Значит, я бы, допустим, первое, стал очищать от толстый и тонкий кишечник и восстанавливать кислотность желудочного сока. И одновременно работать с щитобидной железой, зная, где продукты питания, где есть, где суррогат, то есть, это не пища, как один ученый сказал, ГМО, а ГМО это оружие геноцида уже идет, чтобы женщина не беременела. Так вот, надо прежде всего найти органическую пищу, первое. Второе, надо очиститься. Вот, значит, есть кастровое масло, есть разные слабительные типа, барбариста, ревень, александрийский лист, и почки, и листья, жестер, это все слабит и очищает. Потому что многие думают, что один раз в день эвакуация это нормальная стул, но это ненормальная. Значит, согласно этим ученым, после каждой еды, через 3-4 часа, как и у животных, должен быть стул. Это нормально. Но поскольку у нас один раз, как многие считают, что это норма, это еще за счастье многие считают? Да, за счастье. А в основном мой опыт показывает, что 50% населения имеет запор. И при том в неделю 2-3 раза стул. Они считают тоже это нормально. Так вот, представьте себе, если человек переварил за 40 лет, у него минимум 10-15 килограмм нечистоты. Кишечник растягивается, выдавливает желудок, и у всех вот эти животы. Откуда? Это не живот как бы жирный. Желудок, он как бы выдвинулся из-за того, что нафаршировалась поперечная облодочная кишка. Вот видите? Вот это поперечная облодочная кишка. Вот она. Она когда фаршируется, как сосиска, она увеличивается в объеме и выталкивает желудок. И все, пищеварение нарушено. Да, это же даже Жанецкий говорил, дамы, бросайте есть, у вас желудок давит на глаза, желудок. А куда же она бросит, когда у нее два шага телевизора, три шага в холодильник? И вот смотрите, вот питание, диета, все это не помогает. Нужно убрать это дерьмо. Нужно очистить, потому что в этих углах и под послизистые кишечника там вирусы, бактерии, паразиты. Отсюда идут кандидозы, вирусы, папилломы. Герпеса и так далее. Почему? Потому что отравляется кровь. И вот эти углы нужно зачистить. Кризмами их не зачистишь. И печеночные, и сырезеночные эти углы. И вот видите, да, седьмое теория. Там везде эти клапаны есть, они как бы зашлаковываются, не дают проходить каловым массам и выходить. Это целая наука. Ну да. А как же все-таки вот то, что вы рекомендовали, ну это же так, сложно будет, по-моему, очиститься тоже. Ну я же говорю, что должен какой-то специалист вести человека, потому что, если он что-то будет делать неправильно, то тогда будет сваливать вину. Ну вот, видишь, я делал все, абсолютно не помогает. Ну такого не может быть. Все поможет, если делать все правильно. Потому что, и кстати, когда он будет очищаться, да, первое время у него будет обострение. Это называется хиринкразис. И это тоже нормальное явление. Радоваться надо, потому что организм начинает выделять токсинные яды, густую вот эту кровь, все. То есть сама природа будет работать на восстановление. Но надо помочь природе своей. Вот. Значит, когда очищается кишечник, очищается кровь, и вот эта лимфосистема, она застойна. Почему? Потому что вот в этом кишечнике тостом замыкаются лимфатические сосуды. А раз эти сосуды заблокированы, она не выносит все эти яды, токсины, паразитов и, значит, густую вот эту слизь, где распространяются вирусы, бактерии, паразиты. Вот. Значит, надо усилить деятельность лимфатическая система. Весе, значит, нельзя вылечить болезни щитовидной, парасчитовидной желез и яичников, вот, прежде чем не очистить организм, желудок, толстые и тонкие кишечники. Да, ну, раз мы уже об этом говорим, ну, можно еще, кстати, порекомендовать Шанг Пракшалана, есть такая методика, да, это йоги уже знают, как это все делать, это можно найти в интернете, почитать, но, тем не менее, на всякий случай, для тех, кто проживает у нас на территории Соединенных Штатов, у нас с доктором Борисом Увайдом есть программа, это, в общем, довольно просто, люди берут себе неделю отпуска, ну, желательно больше, там может быть 10 дней, и выезжают в район Лос-Анджелеса, где под Лос-Анджелесом находятся несколько таких источников с минеральной водой, где очень и очень благоприятная обстановка для проведения вот таких, ну, скажем так, оздоровительных процедур, включая очищение, ну, все этапы, где доктор Увайдов разрабатывает для каждого человека индивидуальную программу, для этого, конечно, присылается к нему определенный вот запрос, и у него есть очень четкая система, у нас она есть, мы с ним уже беседовали, там есть опросник такой, но вот надо ответить на вопросы, это уникальная вещь, кстати, она, это только разработка доктора Увайдова, нету других разработок, у каждого, естественно, доктора своя, но в основном мы же говорим о современных методах лечения заболевания ортодоксальной медицины, то есть диагностика может быть и даже без применения вот таких дорогостоящих каких-то оборудования в госпиталях, вот у доктора Увайдова она есть, поэтому, дорогие друзья, те, кто нас слушает, и не обязательно, кстати, те, кто находится только на территории Соединенных Штатов, вы можете по имейлу или просто послать на скайп свой имейл, сделайте запрос, у нас, с нами можно пообщаться через скайп, это сангейтс 1.0.8, я знаю, что у нас сейчас слушают люди, которые находят на территории России в том числе, и, пожалуйста, доктор Увайдов ответит на все вопросы, все программы, в принципе, они записываются, они записываются и выставляются в YouTube, поэтому можете подписаться на канал сангейтс сангейтс радио, сангейтс радио через тире R, это на русском языке, через тире и английское, это на английском языке, вот, ну и сангейтс радио .com, там тоже тройное W, там тоже можно задать такой вопрос, ну, позвонить по телефону тоже можно, это 847-226-9956, это вот такое небольшое, скажем, ответвление, это то, как можно пообщаться и с доктором Увайдовым, ну, и с центром Сангейтс и так далее. Доктор, я думаю, мы уже должны подойти к концу нашей программы, как всегда, то, что вы говорите, очень интересно, очень познавательно, и это необъятная тема, ведь, ну, мы же должны подготовить наше тело к тому, чтобы дальше двигаться, как мы говорим, как в Соединенных Штатах говорят, это body, mind, spirit, это тело, ум, душа, и чтобы, в общем-то, это все взаимосвязано, я уже не говорю о том, что существует холистичная медицина, это только то, что касается тела, но вот, уже опять повторюсь о том, что вот на буквально прошлой программе мы говорили об образе мыслей, вот это и есть та самая здоровая пища, которая позволит человеку избавиться от многих проблем. Скажите, пожалуйста, перед тем, как мы с вами расстанемся, какие у вас есть пожелания нашей аудитории, наших радиослушателей, телезрителей, поскольку, еще раз, вы можете, дорогие друзья, нас видеть в Ютубе, это будет доктор Уайдов на экране, ну, и, пожалуйста, можно будет задавать вопросы. Доктор, скажите, что бы вы порекомендовали, что бы вы посоветовали, может быть? Значит, ряд ведущих американских ученых 50-60 лет тому назад есть и современные холистические доктора, которые рекомендуют терапию органотерапии. Вот, академик Болотов тоже говорит об этом. Значит, равное, равное приковывает, то есть, значит, равное, равное, влечет. Больной орган вылечивается здоровыми органами животных. Ну, например, если неправильно работает щитовидная железа, надо есть или делать лекарства из щитовидной железы животных. Так вот, современная медицина предлагает армортороид. Что такое армортороид? это железа как бы засушена в состоянии свиней. Щитовидная железа свиньи, животного. Вот, и вообще мясо свиньи, говорят, больше подходит по генетике человеку. Так вот, вот эти ведущие ученые, американские, они, значит, одновременно делали лекарство, называется cold freeze. То есть, это не вареные, это засушенные сырые ткани этих желез внутренней секреции. Одновременно, значит, брали значит, щитовидную, пара щитовидных животных, надпочечники, поджелудочную железу, вот, щитовидную железу, яичников, вот, этих животных, и делали лекарства. И вот эти клетки, вот, они как бы и замещали больную ткань, недействующую, и организм человека вырабатывал на основании этого лечения новые молодые клетки больного органа. То есть, эти больные органы, они обновлялись. вот, омолаживались и начинали производить хорошие гормоны. Об этом говорит академик Болотов. Он еще живой, считая, гениальный человек, надо почитать его книги. Вот, и так вот болезни сердца лечатся, болезни почек лечатся. Вот, у него эта система интересная разработана, и он это применял, и его ученики, и врачи, тоже работает, он на Украине живет, академик Болотов, Борис Васильевич Болотов. Доктор, ну, раз мы заговорили уже о книгах, которые надо было бы неплохо почитать, расскажите, а вот ваши книги, вы все-таки написали довольно много книг, одна из них известная книга, это болезнь над раком, победа над раком, скажите, где-то можно почитать эти книги, ну, я читал, у меня есть, скажем, но вот кто-то заинтересовался, кто-то хочет почитать, какие-то электронные варианты есть, или вот у вас есть варианты, и аудио, и... Есть, все, отлично, это, да, это и есть тот вопрос, который я хотел получить, поэтому, дорогие друзья, если вы хотите, если вам интересно это все почитать, и в полевых условиях заняться лечением, конечно, самолечением не нужно заниматься, но тем не менее, хоть иметь представление, о чем идет речь, то вы всегда можете обратиться к нам в центре Сан-Гейтс, ну, и каким-то образом мы свяжемся с доктором и попытаемся вам это все доставить, то есть, такая возможность существует, пожалуйста, еще раз я напомню, наши координаты, это 8472269956, это скайп Сан-Гейтс 1.08, солнечные оборота по Сан-Гейтс, по-английски надо написать, на конце буква С, или тройное W сан-Гейтс радио.ком, ну, также на фейсбуке вы можете найти нас, это Сан-Гейтс радио, на ютюбе у нас есть несколько каналов, один из них на русском языке, это Сан-Гейтс радио, вместе надо написать, через тире буква R, английская, это имеется ввиду Russians, на русском языке. Хорошо, доктор, ну, я думаю, что на этом надо нам, очень не хочется, но надо нам прощаться, да и вам надо уже, скажем так, путь дороги, через несколько дней вы буквально уже будете отправляться. Ну, я знаю, что это нескончаемо, повторяю, и вас требуют очень многие люди, но я так полагаю, что на той территории, где вы будете, в России в частности, у вас будет, не будет избытка пациентов, там будет, по-моему, недостаток, поскольку все не смогут прорваться к вам, ну, надеюсь, вы ненадолго, надеюсь, для нас, для наших жителей, проживающих на нашей территории, вы ненадолго нас покидаете, и мы всегда будем вас ждать, и всегда будем рады с вами беседовать в наших радиоэфирах. Ну, вот на этом я хотел бы с вами попрощаться и пожелать вам, ну, долголетия, самое главное, ну, и творческих побед, болезнях, и не только над раком. Спасибо, спасибо за доверие, Миша, и за сотрудничество, и, как сказать, возможность помочь людям, чтобы они были здоровыми и счастливыми, и молодые тоже рожали здоровых и счастливых детей, особенно талантливых детей. Вот представьте себе, как здорово все связано. Если эндокринная система работает нормально, человек может не только быть способным, потому что интеллект это и есть память. Вот, и хорошая память, это хорошая успеваемость, это творчество. А человек уже рождается со способностью, только надо развить. А для этого надо крепкое здоровье. И женщина должна сделать все возможное до зачатие для того, чтобы родить здоровых детей. И это наше будущее. Ну, это совершенно справедливо, это абсолютно правильно, это, конечно, здорово и замечательно. Ну, я надеюсь, повторяю, с вашей помощью, с помощью ваших знаний мы будем эту информацию передавать дальше. Всего вам доброго, спасибо большое и до новых встреч. Удачи и счастья, Михаил. Да. Спасибо.